Добрый день! Сегодня не будет головоломок. Приехала мне посылочка с аксессуарами от компании Мою. Здесь таймер, подставки и коврик. Начнем с подставок, самая мелкая, самая быстрая. Стоили они какие-то тщущие копейки. Обычные, самые простые подставки. Мою куб написано здесь. И что-то по-китайски. Поверим, подойдут ли они для куба. Надо же, подходят. Самые стандартные, очень дешевые. Подставки взял их за чем-то 10 штук. Пусть будут. Для своей цены вполне нормально. Дальше коврик. Коврик у нас вот такой вот. Голубенький. Завязан резиночкой канцелярской. Разворачиваем. Это, по-моему, я взял маленький коврик. Там был еще и побольше. Сейчас мы его измерим. Где-то, наверное, 35 на 50. Примерно 35 на 50. Написано на нем Мою. Такой абстрактный рисунок. Кое-где кубики. Даже он Мегаминкс, пирамидка. Мастер Морфика зачем-то. Сквайр. Ну и кубы. 3 на 3, 4 на 4. 5 на 5. И 6 на 6. Абстрактное изображение. А вот здесь вот скьюб. Торщит 2 на 2. Сквайр почему на 2 раза? Ну не знаю. Так. И здесь только отверстия. Самих вот этих вот таблеточек под таймер нет. Если мы возьмем коврик Юксин, то здесь они на месте. И под любой таймер, наверное, под любой, они должны подходить. Ну под Юксин точно. Ну это все так. Коврик, кстати, тоже дешевый. Откроем сам таймер. Удивление, таймер тоже очень дешевый. Это самый дешевый таймер из всех. Если я не ошибаюсь. Так. В коробочке больше ничего нет. Все по-китайски. Какая-то инструкция. Давайте разберемся. Выглядит оно как-то вот так. Мою таймер. Такой непритязательный дизайн. Отверстие, в которое можно подключить дисплей. Естественно, он не работает. Хитрые товарищи из Мою сделали так, что их таймер поставляет смесь вот с этими фишками для коврика. Чтобы купив коврик, вам пришлось покупать таймер. Да, к Юксину подходит. Так что здесь все достаточно стандартно. Установим вот эти вот фишки. Никакой сложности установки нет. И сам таймер. Все. Нормально держится. Жаль, батареек нет. Сейчас попробуем открыть. Я поискал у себя, нашел какие-то батарейки. Сейчас, возможно, какие-то подойдут. Кстати, на фотографиях батареечки были нарисованы. Не знаю, их либо из-за таможни не положили, либо заиграли. Не знаю. Так, вполне хватает одной батарейки на весь таймер. Батарейка у меня подошла от CR2032. Обычная. Я их когда-то еще октамосный чемпионат покупал. Не пригодились. Давайте его потестируем. Таймеры Юксин. Там поет, аплодисменты какие-то изображает. Что же этот? Я, наверное, сейчас даже камеру переставлю. Чтобы было лучше видно. Так, в таком ракурсе, я думаю, будет удобнее. Здесь есть стандартная кнопка включить-выключить, кнопка сброса. И, видимо, можно как-то сохранить результаты. Не знаю, зачем это нужно в таком таймере. И кнопочка, наверное, которой можно эти результаты листать. Нужно, не нужно, не знаю, вряд ли. Нажимаем, сгорается зеленая лампочка, идет отчет, лампочки моргают. Останавливаем. Все легко останавливается. То есть, это полнофункциональный таймер за небольшие деньги. Да, дизайн, конечно, возможно, понравится не всем, не такой современный, не такой красивый, как там стакман Ген-4, новые Юксины таймеры. К тому же, этим таймером нельзя пользоваться на соревнованиях, там только стакматы. Но, для домашних сборок, а если кто-то любитель собирать на таймеры, для домашних сборок это очень даже подойдет. То есть, не затратно, не накладно, нужна всего лишь одна батарейка CR2032. И все. В комплект ее, наверное, не положили из каких-то своих соображений. Вполне, я этот таймер купил для сына, ему очень понравилось на соревнованиях в Белгороде типа собирать кубик на таймер, хотя он его на тот момент нормально не собирал. Вот я ему пообещал, и я купил коврик. Вот ему таймер. Ну, возможно, сам тоже буду использовать для каких-то там своих целей. Посмотрим еще снизу. Никаких тут дополнительных настроек нет. Modern China, Moe, Open Close. Вот этот шарик открывается так туговато, то есть, он просто так сам по себе не открутится. Вот здесь вот такие резиновые ножки, чтобы не скользило. Ну, и в принципе все. Простой дизайн, главное работает, подходит к любым матам, так что не запустится, если не сбросить, как и любой другой таймер. все маркает, все светится, даже вот от легких прикосновений все останавливается. Не хочу его хвалить, но он работает. Это самый дешевый таймер у нас компании Moe, и он работает. Да, не очень красивый, но возможно кому-то понравится. такой дизайн, как будто лет 10-20 назад выпускался. Вполне сойдет. Для дома уж точно, или для каких-нибудь неофициальных встреч между собой посоревноваться вполне подходит. Так что пусть будет. И сегодня что у нас было? Был коврик, мою, коврик нормальный, прорезиненный, по материалу мало чем отличается от Yuxin, но он дешевый. Такой компактный квадратненький. У них есть такой же еще подлиннее, побольше размером, чуть подороже стоит. Ну, для сына же брал. Вполне достаточное даже для меня такого. Ну, и просто за компанию подставочки. Их как бы и так много. Но опять же, пусть будут. А на этом, наверное, все. Кубов сегодня не было, но есть аксессуары. Всем спасибо, всем пока.